то что китайцы сейчас делают это научили мы хочу барабану и тормоза на всех а мы не знаем что делать хоть сдавать машину у меня есть фотографии вот этой воли я сейчас не ударю не удаляюсь телефона и а есть минарь давно минск например там есть планета давайте не будем кривить душой они все одинаковые китайские машины груб плюс минус приветствую вас дорогие друзья сегодня я вам расскажу по вашим просьбам вы меня просили сделать обзор на бэйбэн поэтому мы связались представителем бэйбэна и сегодня он нам расскажет покажет хорошие плохая какие плюсы минусы ну попробуем вытащить максимально более продуктивной информации чтобы вам все это рассказать поэтому приятного просмотра поехали меня зовут никита приятно взаимно никита вы нам покажете сегодня машину волком а как бэйбэн переводится вот это я сказать не сказать какая-то бегущая ложь может быть потому что бренд скачущий лошадь бренд скачущий лошадь может быть здесь не лошадь а стрела какая-то написано нет это уже знаете как сказать стиль рядом видите тоже мерседесовская а просто хотели скопировать лагиат что до китайцы как потихонечку роль что-то свое но тем не менее что-то копирует на как машина вообще на первый взгляд там свалите мы продаем их три месяца до 4 так продали больше 400 машин вот именно тягачей вот я тоже боялся но приду на новый бренд тасс четыре месяца уже работу но могу сказать что нет не стыдно то есть каких-то серьезных нареканий пока у нас еще не было с не было двигателем проблем тогда что тут еще рано доволная мара другой стороны все-таки детские болячки уже на двигатель какой здесь не стоит 480 шаги а коробка фазгет фазгет как обычно китайцы все одинаково да ну вот не вот как у кого-то камень стоит двигатель и сегодня находить хорошо какие здесь я но это отличающие черты вот например от всех машин китайских есть какая-нибудь черта смотрите я смотрю ваш ролик это показывали не помню фото что ли решит то есть говорить вот этот мерседес только значит китайцы да но я скажу что здесь 88 году когда бэйбэн организовался то при участии правительства китая из даймлера был подписан договор о производстве машин так даймлера даймлер да то есть если я правильно понимаю даймлер подписывает бэйбэн у машину также еще он подписывает машину флатон тоже там какая-то совместная коллабора фатон что сказать так ладно вот и собственно говоря даже в россию этот бренд заходил там бэйбэн был написан норд-бэнс за урал машину за этого 7 8 2007 2008 году заходила то есть за уралом знаю а почему не осталось а вот открыть до 8 года и потихонечку и потом опять-таки дистрибьютор которого они там якобы дистрибьютор да там был он был не как бы неофициально то есть как у нас да мы там имеем силы ттс и официально зашли а есть кто параллельно заводил они как бы об этом даже не ну а цена сколько 4 на 24 на 2 сейчас где-то в девять и пять девять и шесть миллионов рублей девять пять девять и шесть да ну соответственно 9 8 9 9 это вот примерно а он обновленный какой-то нет вот эту машину который мы видим это первое которых нам зашла в красном цвете и здесь были какие-то вещи которые мы добавляли например здесь одна спалка а вот потом машины приходили у них изначально там на первой партии не было защита от пыли под кабиной сейчас это заводской комплектации уже идет то есть не было меди не было холодильника да то что сейчас требует водителя кабин от кого взяли у кабин этого перед не как мерседес как мерседес какой mp3 да то есть вот это все и она вот в каком году это кабина была разработана смотрите 88 бренда появился бэйбэн а 2013 все там 5 заводов сливался они все все стали называться бэйбэн вот когда там кабина была вот 2088 или там обновляться она не будет будет а когда у нас будет листами мы хотим четвертую серию привести она будет очень похож чем когда там но просто внутри там будет уже вот сейчас меню на китайском на английском языке будет на русском языке ну какие-то будут вещи которые добавлены ну а так вообще по мягкости она как у нее 4 точные подачи 3 точные у нас есть клиент который искание volvo и камазы ему нравится то есть это она мягкая идет ну на европейцев первом приближение похоже то есть понятно что это не стопроцентный там беседа с последнего выпуска вот тем не менее поход вот я подхожу вижу такой как будто бы это вот это как будто мяты не ведь видно то есть у китайцев я всегда обратил внимание вроде на вид все хорошо но металл мягкий лак красочное покрытие прям вот начинаешь полировать все же до металла гореть сразу что то есть с чем связано почему они не могут например сделать хороший лак красочное покрытие например что можно было потом отполировать ну вот эти мелочи на которых они не дотягивают правильно я так вспоминаю первые легковые были тоже такого плана потом они потихоньку дотянули думаешь с грузовыми логичная тема то есть все потихоньку дотянуто блин узнаете китайские машины они всегда славятся тем что они умеют очень хорошо копировать но не доделывать и не дотягивать и даже постоянно вот даже вот этот вот значок и вот это на мерседесе значок да ну да они тоже старались как-то перекопировать да ну что делать ну блин вот у нас на камазе же не копировать ничего правильно я уверяю 5490 написано камаз и на букве м значит дырочка для я знаю но там нет похожего ничего мы же не делаем отсылку к mercedes а здесь делать отсылку то есть они всегда под кого-то косята у нас мы говорим это наш продукт пускаем быть чужой но он будет нам вот первое автомобиль грузовой был в китае какой фаб правильно его кто помог открыть союз советский союз соответственно китайцы кто нам являются нашими студентами правильно соответственно придет наше время и учителя восстанут и покажет мастер-класс поэтому нас в россии скоро все будет очень круто ребят поэтому то что китайцы сейчас делают это научили мы их и на и мы сейчас берем власть свои в руки ну я имею в автопроме покажем в россии что мы могучие и короли в этом бизнесе поэтому скоро будет хороший консульт отлично а вот смотрите у нас еще такая ситуация вот мне я много с кем не сталкиваться с водителями там с кем не разговаривали все говорят у нас все говно да там ну все вся продукция говно а кого-нибудь спрашиваешь а ты что-нибудь сделал сам там изобрел придумал да там нужно все мы можем хайд будет согласитесь да там взять любой камаз обосрать его слов нагло 2 секунды можно а задаться вопросом да если почему вот если у нас так все плохо никто нет вот этих вот людей которые какие-нибудь там придумают глобальные проекты которые будет там посещаться почему потому что нет финансировали нет желания с чем связано или как говорят у нас отток мозгов но я не думаю что у нас отток мозгов знает есть шапка закидательства такая тема то есть еще когда топ союз еще еще был союз значит командские представители поехали на дайвер и давайте мы вам подарим вообще линейку сделаем завод построим и вы будете выпускать тягачи вот как mercedes один из директоров корма вас спросил своих научно-исследовательских ребят говорит ну что как там и лучше изобретем сказали они но не изобрели вот сейчас я думаю как раз пришло то время когда мы можем доказать да ну попробуй поэтому ребят мы сейчас будем открывать свои заводы следите за нами обязательно мы вот это не просто слова это на самом деле я вам лично сам буду стараться доказывать искать тех людей кто открыл заводы в автоиндустрии и по крайней мере я думаю что мы будем делать не хуже китайской продукции как вы думаете хочется верить хочется верить но на самом деле вот вы из десяти баллов если под вы же заработали с европейскими брендами вот 10 баллов какую этому оценку поставить этой машине арсей 8 7 8 смотрите хотел бы обратить внимание как сделано все внутри здесь например даже если брать с тем же фавом да то здесь почему-то мне кажется что более как-то по европейскому что ли даже вот если взять вот этот фильтр вынесенный не как у всех китайцев там куда-то под колесо или еще куда-то как у европейцев сзади спокойненько раз поменял фильтр вот смотри фильтр фильтр вот этот хочу показать сушителя стоит на уровне рамы да то есть его никак не спишь и посмотри как он сделан у фава то есть когда ты будешь телегой цепляться если она тебя чуть ниже будет его просто сбреешь задние брызговики здесь крутые вместе с фонарями но мне вот это решение она больше всех нравится с китайской потому что я должен каких-то видал китайских машин здесь она прикольная классная потому что она и практичные и эстетичные смотрится и фонари задние ну классные мне очень нравится более так скажем продуманно что ли подошли то есть убрали все вот все моменты которые могут мешать при транспортировке полуприцепт когда он заламывается подламывается нет ничего не висит ничего не не отломишь правда это это достойно по крайней мере не то что достойно это хотя бы уже похоже на машину потому что из этого сейчас мы это этим гордимся о тут ничего не торчит ничего не надо переделывать хотя раньше европейцы когда приезжали это уже было все сделано а сейчас на некоторые китайские бренды они приучили что ты берешь машину и ты должен ее принять участие в ее конструирование чуть-чуть что-то доделать переделать перенести мы не обратили внимание то что нету заднего окна да я обратил внимание хотел это следующим вопросом задать вообще не было или это вы сами сделали что вы сами попросили сделать было сначала мне больше всего поражает но уж если они копируют вот эти сполера но сделайте вы чтобы они открывались почему не делают вот подлать только вот так вот надо будет поэтому надо делать вот эти штучки тоже напиши туда им письмо что сделать чтобы они открывались вот этой циферке 2648 что обозначает 26 тонн подъемность и 486 как номер сидеть а все понял понял а но все-таки цыганщины будут ставить нет камеры имеют топ-опцы но можно да да и принципе вот они не нужны по большому счету я водитель спрашиваю ничего как вы камеры но попользовался два дня и все и больше как такого особого прямо такое желание чтобы камеры вообще так круто так легко ездить стало нет одного не услышал правда так круто помогают то что вот они раздана иногда имеет раздражительный какой-то эффект имеют не сами камеры out некоторые есть дополнительные опции там мертвый зон или еще что-нибудь и они так сделано что ночью когда ты есть там кто-то тебя обгоняет и там резкий такой красный либо желтый аж вздрагиваешь вот эти моменты есть вот китайцы это маленько не учли но ничего страшного потом учтут еще хотел спросить такой самый наболевший вопрос потому что я уже столкнулся с несколькими машинами закидывает ли здесь в грязную погоду боковые стекла не слышал но то сейчас уже машин то ездит да вот и ездит больше 400 машин соответственно мы бы знали об этом знали потому что эта проблема есть у китайцев она связана с чем объясняю ребят они ставят кабину просто обыкновенную кабину но вот в это аэро трубу они ее не делают и соответственно они вот этот момент они правы профукивают и когда водитель едет в грязную погоду в течение двух там трех минут у него боковые стекла грязи и эта проблема она мы вот сейчас там решаем арки расширяем она не уходит потому что даже когда водитель едет покурил например да он бычок выкидывает бычок как обычно он должен назад вылетать а из того что завихрение идут сбоку он идет сначала вперед а потом назад вставляете и поэтому вся кабина вот там вплоть до этого она вся как у чупахи постоянно мы уже не знаем что с этим делать и вот это вот ну это опять показатель того подхода китайского да они как за можно так говорить нет как цыгане пускай тоже неплохие правильно они любят только все чтобы зеркала камеры ну то есть знаете вот такая визуализация обмана чтобы вы там посмотрели это все она когда начинаешь сталкиваться в практичности в комфорте к сожалению на многих машинах я не буду говорить бренда это все отсутствует это отсутствует и вот эти вот мелочи они очень сильно напрягает водителя потому что приходится много раз там не один водитель приехал у него голова закружилась он говорит блин я бы знал вот если честно знал что там и мы продали volvo его там и дали ему новую машину не говорить какой он как я бы эту volvo просто ну вот колеса каждый день протирал и молился он горит и я дать и у меня есть фотографии вот этой волю я сейчас не удар не удаляюсь телефона я бы почему я бы только зачем зачем что-то такое да потому что это для меня сейчас это идеально идеал машин понимаете вот вот когда в еще раз показывать да люди когда начинают терять что-то хорошее вот начинается оценка тех вещей которые мы пользовались наши автопро будет лучше вызовут я на это будет лучше я лично сам клянусь вам приму в этом участие попробую по крайней мере это сделать если у меня это не получится ничего страшного знать получится у кого-то другого но мы будем это показывать своим примером что мы можем мы лучше не хуже хочу барабановый тормоза на всех нет смотрите есть рессоры в барабанах а на пневмо 6 на 4 диски диски стоят мы сейчас тащим первую партию здесь знаете мне вы еще хотел вопрос такой задать я обратил внимание что китайские машины они отличаются только вот по эту ну вот ну вот посюда да то что кабина все вот различается вот вот все что сверху все вот это вот вся часть вся часть она одинаково потому что вот эти балки не жидкостные они тоже стоят передней балки на этих на других брендах то есть и здесь бывает жидкостные там я так понимаю что это есть несколько заводов в китае правильно который выпускает моторы вичай ю чай каменс там еще какие-то они просто там закупают берут коробки fast gear берут мосты и вот что же сам мосты ханды тут стоит вот сюда давайте не будем кривить душой они все одинаковые китайские машины группу плюс-минус самый главный цена вот там хоть пускай этот будет дон фэнк мон фэнк без разницы но если у нее не забрызгивает вот стекла то я считаю что это самый лучший машин вот чем отличается европейский производитель вот только сразу по звуку можно определить какая-то машина либо mercedes либо scania либо вольво клянусь я сразу же вот только хорк но он еще даже оттуда не выехал я сразу знал что это mercedes едет вот я знать я раньше когда в детстве был деревне я в деревне жил вот и я всегда по звуку мог определить восход и жак юпитер планета там я вообще просто закрыты глазами 100 ты или там метр за 300 я сразу же ага едь минарь давно минск например там есть планета и также у меня это рефлекторно передалось на грузовые машины и на грузовой машин там я могу определить вот например да там сейчас выезжает mp4 совершенно другой звук то есть другой мотор мягче не такой грубый да попытки и дано на китайцах у меня еще нет такого можно завести порядок ладно мы никому не расскажем что новой машине работает свет не часто расскажем забыли включить так в принципе машинка то ничего нормально да внутри удобно цветовая гамма может кто-то скажет непрактично а я я считаю что вот эти цвета они когда ты едешь но легче правильно чем когда у тебя все темно да там но придется почаще квартиры да но ухаживают за ней да там но с другой стороны это же твоя гигиена ты чё засели что ли правильно блин вот так скажу честно да я сейчас уже не буду вот как в тех машинах когда залазишь и говорит что вау тут камер что кстати камер тут нету что ли да нету вау тут столько камер такая панель садишься все у меня вот такие машины с камерами там вообще ну просто круто да я не буду говорить здесь что-то хуже что-то лучше здесь это уже вкусовщина машина вот эстетически я уже сказал она мне очень нравится зашла но прикольно смотрится классно внутри плюс-минус также у каких-то китайцы что-то получше каких-то похоже ну тут такая вкусовщина да там этот блок такой же как на всех китайцах но автономка включается такая же как на сани на 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 всех тоже китайцы кто плюс мин водители еще раз хочу вас обратите ваше внимание когда вы пишете в комментариях говорить о практичных вещах да там но не надо говорить как камера работает еще что то потому что ну вот некоторые водители мне даже с опытом с огромной никогда нам плевать на эти камеры нам самое главное чтобы машина была теплая здесь шуму здесь кстати теплотой смотрите стопа идет утепление специальной пены причем нет мосиков холода то есть кабина уже утепленная вот если она утепленный и не забрызгивает вот эти то я вас сам лично куплю 10 машин но мне надо сначала попробовать потому что я уже так накололся раз я купил там у одной машины 20 в 1 компань 20 машину другой там 5 и у третий там а потом хи фига короче там ну начинает задать проблем а покупал ты еще летом и у тебя как бы но такого эксперимента нет опыта нету и сейчас программа работы если машина что-то с ней случается то что вам действительно не нравятся принципиальные вещи мы ее обратно покупаем вопрос только почем кстати говоря интересные я могу это рассказать у нас если брать реально программу обратного выкупа то через три года мы готовы выкупить ее за 60 процентов от той стоимости продажи 60 процентов не 46 а где гарантия того чтобы три года проработать то есть либо имели бы и шаг и либо я уходи нет 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 не вы я имею на компания дистрибьютор потому что когда дистрибьютор дает такие я понимаю чтобы сама компания ты подписываешь компании payband потому что у нас практика показывает россии но такое бывает многим обещает потом раз в тину попал по извините ребят все чуть через суд как через одну же обещали а вот так любом случае договор обратно мы делаем да но и дни но это если дать намерение такие хору это крутая функция знаете что давайте так вы у вас есть про тест-драйв вы и что разрабатывать просто понимать как он есть у меня есть во других брендах я вам скажу так просто вот и дает что тест-драйв 100 компаний из них две-три берут причем они готовы были бы взять и так остальные напишем отзыв мы покатаем хорошо я вас услышал вот я вам говорю противоречие если я возьму в тест-драйв и там не будет вот этой проблемы то я вас по несколько машин договорились что мешает с нашими крупным переводчиком созвониться как этот есть от проблем или что мне мешает смотрите я вам сейчас объясню что что мне мешает когда я делал обзор на все машины на сани на фавы на фотоны там на все на дон фенге мне ни один не сказал что там есть эта проблема ни один переводчик никто не написал они пишут там о там где-то там что-то холодильничаю уточнили что за эти холодильник не работает с сжиганием выключен то есть о там камеров меньше тут еще ну если честно мало конструктивной какой-то информации конечно потому что здесь и здесь вот когда я уже начал ну сам сталкиваться да там я сам лично с каждым водителем после каждой поездки разговаривать потому что у каждых воде кто-то более педантично ко всему подходит кто-то там надо ладно нормально то есть кто-то тонко на это смотрит и поэтому я с каждым лично начинаю разговаривать и выявлять и вот здесь вот я столкнулся да там со многими проблемами после чего я думаю нифига себе если бы я знал что у меня вот эта проблема будь я бы не стал этого делать то вопрос короче очень интересный я завтра уже рассказать то есть я веду сам они я алью компании просто хотя бы но если вы да но если вы дадите на тест-драйв чтобы мы да и что мы покажем это на всю аудиторию потому что мне вот уже после этого когда я сделал обратил внимание мне уже человек 7 написали искали а мы не знаем что делать мы хоть сдавать машину обратно вот эта проблема есть если у вас ее нету то у вас огромное конкурентное преимущество перед всеми это я вам так говорю как специалист который использует китайский бренд разной марки ребят поэтому я вас очень прошу активно подписывайтесь пожалуйста чтобы нас было больше чтобы у нас было больше общего мнения и конструктивных вот этих вопросов которые могут задавать представителям разных брендов китайский потому что когда сдаешь ну да мы оставим где-то в неловкое положение но вы же их отрабатываете правильно супер мы же и договаривались сами когда прийти говорю мы вам не будем говорить я не буду там говорить вот зайти зазоры там да там еще за что-то ну потому что это уже все сказано повторять это все или акцентировать внимание искать какие-то там что где-то что-то дребезжит я этого не буду мне самое главное важно техническая часть техническая часть как у всех плюс-минус где-то лучше где-то хуже то есть время пока потому что говорит что вичай лучше чем каменс или ю чай неправильно потому что и также каменс говорит что лучше тоже неправильно это все покажет время правильно у нас таких тягачей еще не было и мы десятилетиями их не использовали мы не можем сказать о технологичности экономичности надежности но здесь мы сейчас только вот хотя бы пока должно выбирать это комфортная езда для водителя на этом это тепло уют шумоизоляция шумоизоляция кстати хотел бы отметить здесь хорошие здесь лучше чем на многих китайцев я не говорю что самый лучший данного достойно работают как европейцы двигатель да но европейцы нет таких вибраций вот смотри на руки массажем да не нормально нормально я не буду говорить что плоха или хороший обыкновенно нормально . спасибо огромное было очень приятно я надеюсь на обратную связь и все-таки вы сдержите свое слово и дадите нам обратную связь по поводу этих окон а еще лучше регульщикам свяжусь не с руководителями топ там гоняет потому что до опыт но лучше еще раз повторю как все мне пишут многие водители директора лучше все подтверждать делом не словом отделом а чтобы делом подтвердить поэтому давайте договоримся так вы не давите на тест драйв если если подтверждение слов не водитель приезжает говорит там на двоих водитель поставлю что не забрызгивает то я вас покупать несколько машин мы такой заключаем паре все вы свидетели все ребят компании бэй бэн если она не дает значит она испугалась у них есть такой косяк все спасибо огромное очень приятно было если что ваш вопрос да мы старались мы готовились прежде чем прийти ладно ребят спасибо большое поэтому если будут какие-то вопросы пишите в контакт в комментариях мы обязательно свяжемся с представителем бэй бэн у нас есть напрямую все весь руководящий состав телефонные номера свяжемся расскажем покажем поэтому спасибо за просмотр всех обнял не болейте берегите хороших дорог спасибо спасибо